Добрый день дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас новая офисная мышь от компании Logitech модель M720. Вы должны прекрасно понимать, что сравнение линейки офисных мышей от Logitech с игровыми мышами этого же или других брендов абсолютно неуместно. Возгласы «Да я за такие же деньги, с таким же успехом куплю G305, которая будет лучше» или «Да я возьму 502 с тем же колесом» по большому счету не имеет никакой смысловой нагрузки. В швейцарской компании подобные возгласы предвидят и стараются представить такой продукт, который по совокупности характеристик не пересекался бы с игровой линейкой. Например, в игровой линейке колесо с боковыми нажатиями и двумя вариантами прокрутки, построенные на оптическом энкодере, встречаются лишь на G502 и на G903. Первый вариант проводной, второй стоит в 2-3 раза дороже M720. И таких примеров наберется еще прилично. Но это все был, так скажем, дисклеймер, который орет. Эти-то мыши, сделанные специально для удобной комфортной работы. А теперь сам обзор. Мышь поставляется в блистере, самом обычном. Единственным плюсом которого является то, что он открывается без ножниц и обильного количества мата. Спасибо большое. Комплект находится в самой мыши и состоит из трансмиттера и батарейки типа 2А. Все это скрывается под крышкой в задней части мыши и цвет дна белый. На самом дне мы видим три тефлоновые ножки без пазиков для снятия, окошко сенсора, смещенное кзади и в бок и тумблер включения-выключения. Все стандартно, да и по большому счету без особых претензий. Материалы у мыши хорошие, я бы даже сказал классные. Не такие, как у MX Master, но некоторым игровым брендам стоит поучиться, как делать реально цепкое покрытие. На спинке и боках довольно толстое резиновое покрытие, оно продавливается ногтем. Все кнопки и дно матовый пластик, а колесо металл с резиновым ободком. Все приятно, цепко, не потно и очень монолитно. Форма. Давайте сразу отбросим все разговоры о хватах. Даже самые неисправимые когтевики, когда серфят интернет и работают с документами, держат мышь ладонным или ладонно-пальцевым хватом. Форма тут именно под эти два типа. Узкая спереди и с диким расширением кзади. Мощный и пологий горб на границе средней и задней третей. Огромная выемка с крылом под большой палец. И в целом, по ощущениям, верх мыши словно чуть повернут против часовой стрелки относительно дна мыши. Все это сделано для того, чтобы мышь ложилась в руку на 146%. У меня это действительно так, однако у всех руки разные, поэтому нужно смотреть. Общая концепция дизайна – незаметный лоск. Если MX Master ставил на себе акцент материалами, рубленными формами, то М720 словно пошитое на заказ серое пальто. Качественное, хорошо скроенное и дорогое, но все-таки серое и вполне обычное на первый взгляд. Вес и развесовка не геймерские. 135 грамм с батарейкой и так как она находится сзади, то и ощутимое смещение центра тяжести туда же. Мышь явно не про подъемные и перетаскивание. Блок основных клавиш независимый. Реализован пластинами, по ощущениям подпружиненными, но это не точно. Под пластинами микрики с ресурсом на 10 миллионов нажатий. Скорее всего, амроны. Клики приятные, с четким нажатием и хорошим возвратом. Присутствует негремящий холостой ход, но, как и со всеми независимыми пластинами основных кнопок у Logitech есть дребезжание при постукивании мышью о стол и свободное движение пластин вверх. О колесе и особо рассказывать нечего. Оно тяжелое, поддерживает гиперскролл, боковые нажатия и оно оптическое. Все шик, кроме того, что оно люфтит. Однако этому есть строгое объяснение. Внизу под видео будет ссылка на канал про девайсы, где Tushel наглядно показывает устройство гиперскролла от швейцарцев. На боковой поверхности четыре кнопки. Три явные в ряд и одна скрытая. Видите резиновую пимпочку по нижнему краю? Вот ее надо сжать. Это потайная кнопка. Все кнопки реализованы тактильно приятно, словно они резиновые. И вообще это тугая мембранка. Практически бесшумные. Теперь о функционировании мыши. Время работы до 24 месяцев на одной батарейке. Режим работы радиоканал 2.4 ГГц, то есть через трансмиттер или Bluetooth. И поддержка до трех одновременно подключенных девайсов. Наличие специального программного обеспечения и уникальной фишки Logitech Flow. Теперь подробнее. Лайтспида тут нет, поэтому частота опроса 125 Гц, что хорошо сказывается на батарейке, но для игр не подходит. Быстрое переключение между девайсами с разным типом подключения. Проще простого. В Logitech Option можно настроить функции кнопок и настроить те жесты, которые висят на скрытой боковой кнопке. Logitech Flow интересная утилита, которая очень многим пригодится. Алгоритм работы с ней очень прост. Вы устанавливаете на два ПК программу Logitech Options с обязательным условием. Они должны состоять в одной проводной или беспроводной сети. Сопрягаете мышь с этими двумя ПК и запускаете синхронизацию Flow. С помощью нее между двумя ПК одной сети устанавливается канал, по которому происходит прямой обмен данными. Теперь, если вам нужно быстро переместить файлы между одним ПК и другим, то просто выделяете его курсором, подводите курсор к краю экрана и тут происходит магия. Курсор с файлом оказывается на рабочем столе другого ПК. Реально удобно. Сенсор 1000 DPI, без возможности смены и заявленная работа на любых поверхностях. По факту, достаточный сенсор для неспешной работы, но срывающийся на четких и ярких цветовых переходах при быстрых движениях. Это, наверное, единственное мое нарекание к мыши. Почему не поставить туда даунгрейженный Mercury? Для меня это большая загадка. Каков итог? Помните мое сравнение с серым дорогим шерстяным пальто из ателье? Тут все один в один. Дорогая, качественная, дико приятная, исправно выполняющая свои функции, но не такая броская, как MX Master и не сверхтехнологичная мышь. Качественный инструмент, но не более. Рекомендую. Рекомендую.